В Краснодарском крае в 3 понедельник октября проводятся выборы в школьное самоуправление. Уже не в первый раз избирательные комиссии учреждений образования проводят такие выборы и подводят итоги голосования. Наша съемочная группа побывала на избирательных участках в городских школах. В единый день голосования учащиеся избирают себе президента школьного ученического самоуправления. Президент самоуправления – это тот человек, который будет отвечать за все происходящее в коллективе в течение целого года. Это очень серьезное мероприятие для каждого школьника. Выборы приближены к реальным жизненным условиям, что помогает учащимся приобрести важный опыт участия. В 4 лицее было три кандидата на важную выборную должность. У каждого из них своя программа, с которой избиратели могли познакомиться, прочитав предвыборную агитацию. Кандидат Анна Скляренко пообещала украсить школьные будни новыми проектами и идеями. Председатель школьного самоуправления должен в первую очередь придавать пример ученикам школы. Он должен быть успешным в учебе, в чем я как бы не выступаю. Должен участвовать в активных делах города, в волонтерстве. То есть помогать людям, которые нуждаются в этом. Я считаю, что каждый из нас должен участвовать в жизни нашей школы. Ведь идея будущая зависит только от нас. Никита Лаптей также выставил свою кандидатуру на пост президента школы. Его программа понравилась учащимся. А заместитель главы Славянского района по социальным вопросам Виталий Титаренко посоветовал кандидату в случае избрания большое внимание уделять организации интересного досуга лицеистов. Ваша задача школьного самоуправления – это в большей части заниматься организацией досуга, организацией каких-то школьных правил, которые будут соблюдать не только, ну, допустим, ты там и еще кто-то, да, там из ваших ребят, а которым можно будет вести и, соответственно, подтянуть большее количество учеников. Когда есть правила, когда есть механизмы его контроля, этого правила, то, наверное, и проще организовывать те или иные мероприятия. Выборы проходили по всем правилам. Каждый избиратель смог полностью реализовать свои права. Я всегда голосую на выборах председателя школьного самоуправления. И я считаю то, что это важно делать, потому что все-таки президент школы, он очень много делает для школы. Председатель школьного совета – это связующее звено между учениками и педагогическим составом. Поэтому выбрать лучшего из них будет лучшим решением для нашего лицея. По итогам голосования уверенную победу одержал Никита Лаптий. Теперь у него будет возможность воплотить свои замыслы в жизнь. В 12-й школе к выборам подошли, как всегда, ответственно. В ходе предвыборной кампании кандидаты, встречаясь со своими избирателями, рассказывали о программах. Соперничество было настоящее. Имена шести кандидатов были внесены в избирательные бюллетени. Одним из кандидатов был и Никита Реднов. У нас прекрасная школа, но я считаю, что можно улучшить жизнь учеников до более высокого порога. Можно сделать очень много всего, но в принципе я считаю, что в любом деле, в котором ты участвуешь, нужно быть лучшим. Вот я пытаюсь стать лучшим. Кандидат Милена Дмитриченко думала о том, как повысить уровень успеваемости в своей любимой школе. Я хочу поднять, прежде всего, успеваемость нашей школы. Это нужно устраивать соревнования всякие разные между классами, чтобы увеличивать успеваемость учеников. И чтобы наша школа, она по рейтингам, по Савинскому району была самая высокая, то есть самая лучшая наша школа была. На выборах было все всерьез и по-взрослому. Кабинки для голосования, избирательные бюллетени, специальные урны для них. Была и избирательная комиссия, которая следила за соблюдением процедуры голосования. В нашей школе уже не первый год проходят выборы. Все это организуется заранее. Все проходит честно. Мы очень к этому готовимся. Все у нас для этого есть. Бюллетень, избирательная комиссия. После того, как ученики школы проголосуют, мы с избирательной комиссией подсчитываем голоса и после этого уже оглашаем результаты. Ребята сделали свой выбор. Президентом школьного самоуправления стал Владимир Дробышев. Ему предстоит быть инициатором мероприятий, развивать самоуправление, быть связующим звеном между учащимися и школьной администрацией. И вообще-то общественной работы хватит на всех активных школьников. А их в наших славянских школах немало.